он короче ищет медведя что происходит я буду просыпаться вот с таким видом город прямо в горах я бы сам вот на этом лугу попался если честно как романтично эта сетка как на мальдивах можно лежать чисто в лесу дикарями давайте девочки давайте работаем мы в какие-то джунгли заплыли немного холода называйте меня капитан ну что господа лиза артем на связи виновники сегодняшней поездки при пожалуйста познакомьтесь денис и карина на таком прибыль слушают это я вас представил на таком фоне вы груза тема такая что мы сейчас едем национальный парк тара по живописнейшей дороге это не туман это все облака и там мы заселяемся в дом прямо на воде ну сейчас все увидите и проводим прикольно будни потому что сегодня только вторник я бы сам вот на этом лугу попался если честно как тебе со ведущей очень красиво и до лошадь облака я придают прям такой антураж вообще мы ехали ехали и короче я недорассказал о смотри вот на этой лодке можно отправиться туда вот собственно мы здесь как это называется смотри домик на домик на дрине короче вот эта вот тема это достопримечательность является символом войны башты для самых известных символов реки у сербов он на русском написано класс короче вот мужик соорудил такую вот штуковину ну да все из него сделали местную легенду не ну здесь и без этого домика красиво на самом деле да здраво я сниму вашу красоту какую красивую и собственно вид вот так мы на месте получается варварски угнать эту лодку и добраться но что-то меня никто не поддерживает как-то может быть ты я в принципе за лодку никто не охраняет так по-быстрому я только единственное боюсь у нас тут может течение снести потому что да кстати не не хило так мы когда там сидели обедали я говорю то что прикиньте вот мужик реально построил себе дом на камне чтобы побыть одному никто его не трогал и ну как бы уединиться и тут просто делают визитную карточку сербии просто из него ура правда дождь начался но ничего страшного возьми пиво мы долго не придем сюда тут главное чтоб я выдержала принципе остальное что происходит нет ну красиво очень это вот как он выглядел больше мне нравится были ты смотри какая атмосфера за туда это же мы просто великолепие какое-то у ой а ну да самого главного начал у у у у у у у у вообще крутяк блин я буду просыпаться вот с таким видом вы что мне нельзя такое смотреть а нам надо все равно достать вещи я сейчас не дождь закончится не но я с вами подожди чё не часть команды телек есть круто так да давай быстрее и он за трига смотри как тянет а вода какая прозрачная ты просто глянь ну за исключением стаканчика вообще класс как романтично я не ожидал что дойти до дома мне придется вот этим заниматься да 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 я сойду с корабля а вот наверно сюда вот видишь вот эта тема все не уплывет ну конечно даже груз хотя он уже закончен у нас есть сабборд о смотри да блин у него не спросили да про эту тему да слушай он нам меню дал где можем заказать еду вообще о рыбачат я же говорил надо нужна рыбалка удочка фирс блин домик вот маловато какой маловат ты там наверху бил то столько типа спальных мест поэтому да пофиг какая разница вот это вот это что такое смотри это сетка как на мальдивах можно лежать прямо над водой давай дэн попробуй ну нет ну на сетке зачем же ты сюда ну как вам нравится чё как бы ну типа где вы нашли это я не понимаю так что выходные обещают быть интересными что нибудь скажи в камеру я в процессе я первый раз пользуюсь такой вот темы это не мангал это просто плита у меня такое чувство что все подгорает но надеемся что будет вкусно вечер настал шашлыки вроде как готовы но хочу сказать вам что вот эта тема грязная вообще для шашлыков не подходит это чисто тонкий металл с пламенем вот оттуда который долбит и очень быстро все пригорает и очень быстро все остывает короче сделал вывод что это для какой-то яичницы или чего-то тонкого типа бекона и так далее ну а как есть у нас даже не слушай небольшая романтика свечистой че вообще да но мы их решили попозже чуть-чуть приготовить ладно все приятного приятного нам еще раз аппетита приятного аппетита приятного аппетита всем кто нас смотрит и 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 в Черногорию. Так что у нас сегодня на завтрак, шеф Артём? Подгоревшая яичница чуть-чуть с челапами сербскими. Но пахнет восхитительно. Но самое главное вид, да? Как тебя с таким видом готовить? Слушай, я считаю, что я какую-то лотерею выиграл, потому что такое не бывает. Слушай, а я постараюсь ноги не мочить, я не смогу их областить. Давайте, девочки, давайте, работаем, работаем. К ноге кто-нибудь только привяжите. О, ничего себе, даже, слушай, я думал уже здесь, здесь другой стороной надо. Ну, как-то получается. Наши водные процедуры продолжаются. Так, что тут за аппарат-то вообще, давайте посмотрим. Ага, все понятно. Да-да, я же во всем этом разбираюсь. Парулить дадут, интересно? Я думаю, да. О, май, пакета? Субтитры делал DimaTorzok Короче, вношу ясность. Наш гид, вон тот, да, за Деннисом, он, короче, ищет медведя. Он нашел уже одного, но мы не успели на него посмотреть. Я сам из телефона, я снялась с телефона. И мы, короче, сейчас плаваем в поисках медведя. Как бы он прям реально выскакивает на берег, его ищет, но мы на телефоны снимаем, но, блин, реально как-то немного очково, ну, по-русски сказать. Вот козлов сейчас увидели, тоже вставим. Мы в какие-то джунгли заплыли. Я не знаю, мне кажется, то он нас найдет быстрее, чем мы. Вот смотри, что это за провод здесь? Что-то у человека куда-то уходит провод. Блин, я себя каким-то, я себя каким-то пиратом чувствую. Где мы сейчас? У меня нет связи. Это площадь, это Сербия. О, нет, ну это вообще точно сотку стоит вообще, однозначно. 100 евро, кстати, вот эта лодочка стоит на 2 часа покататься. Ну и все равно, как я уже 100 раз говорю, 5% не передает даже камеры. Никакая, абсолютно, это невозможно. Unreal собственными глазками увидеть, вот это да. А что вот, блин, 4К, 2К, неважно, квадрокоптер в небо запусти. Но это не то, ребят, надо ездить, путешествуйте и наслаждайтесь вообще нашим прекрасным шариком земным. Ну все, мы возвращаемся обратно. Доехали до последнего дома Боснии-Герцеговины. Какие-то там вот надписи предупреждены. Мы же уехали от нашего дома. На 15 километров? Ну да, вот табличка, собственно, про которую я и говорю. Достаточно быстро, 15 километров, с учетом того, что мы постоянно останавливались в поисках медведя. Такая лодка скоростная. Ну сейчас мы и медленно едем, а так он бывает прям, ну, горцует как надо. Ну наш гид не отчаивается, он медведя хочет настигнуть. Главное, чтобы он нас только сам первый не настиг, а так я не против. Минутное наслаждение природы в тишине закончилось. Сейчас мы выяснили то, что вот конкретно здесь, да, где мы сейчас все такие красивые стоим, вот это место, единственное в Сербии, вот такое дикое, без людей. И кроме нас и медведей здесь больше никого нет. Вот так вот. Погнали дальше. Снова начался дождь. Но нас это вообще нисколько не смущает. Потому что как тебя может что-то смущать вообще в такой обстановочке? Сапля с нами летит на перегонки. Сапля. Как тебе? Очень круто. Немного холодно. Но мы еще держимся. Что ж такое? Сапля. Когда ты отстанешь. Денису вообще по кайфу все. Он не парится. Мне нравится, у Дениса чисто цепочка такая. Мы сумку охраняем. Подъем. Подъем мы снимаем в условиях. О, там какая-то пещера. Угу. Называйте меня капитан. Не, ну уже как бы, конечно, Поближе. Немножечко не смешно. Да ну нахрен. Это место для кемпинга. Или нет. Кемпинга? Мы доедем или нет? Это нормально для тебя? Десять минут, а ты встал. Давай. Короче, у нас пидстоп. Но мы еще не доехали. Не, ну это жесткая тематика вообще, я считаю. Мы как в реальном фильме просто остановились в какой-то забросенной будке. Будьте перестать дождь. Жесть. Почему, крайне сейчас не сладятся медведев. Так, кстати, вот здесь вот мы медведей в теории должны были видеть. Но надеюсь, на практике это не должно. Может быть, мы можем сделать огонь? Можем. Сейчас продолжим. Просто ждем, чтобы эти ноги уйти. Ты лучше накройся. Да он весь мокрый. Ну чем вам не приключение зато? Мы на месте. Камера моя села или водой захлебнулась окончательно, непонятно. Но мы на месте. Ну не, на самом деле, конечно, все было под контролем. Было не очень страшно, но моментами напряглись немного, так скажем. Дали шороха. Мы приехали за провизией в ближайший городок под названием... Как город называется? Как город называется? Башта? Что? Вайнабашт. Вайнабашт, да? Вайнабашта. Город прямо в горах. Очень маленький. Буквально надо погуглить потом, посмотреть, сколько здесь людей живут. Перспективно, вот прям очень классно. Горы, какой-то фонтейн. Нам очень нравится. Ну он реально прям, я не знаю, это прям деревушка какая-то, если честно. Но очень уютная и милая. А мы приехали на ужин. И, как я уже сказал, провизию надо пополнять. И даже если отходишь прямо от центра, в принципе, все так же мило. Граффити мало, ну, по сравнению с Белградом. И даже тем же самым Нови Садом. Обошли небольшой такой круг. Сегодня, кстати, перекрыты дороги. Мы об этом не знали. Завернули немного не туда. Да, но товарищи полицейские ничего нам не сказали. Здесь все есть. Реально огромные магазины. Наверняка школы, садики и так далее. Ну вот уже все. Конец города. Да, смотри. Домики из черепицы. Такая улочка в горы уходит. Очень красиво. Ну вот, по сути, реально конец города видно. Для них, наверное, странно, что я снимаю, потому что туристов здесь вряд ли много. Ну, хотя, кто знает, национальный парк рядом. Нет, лучше здесь, потому что здесь тепло, а там холодно. Заведение называется вот так. Почему я показываю? Потому что нам, по крайней мере, внешний вид блюд всем нравится. Поэтому уже какой раз приятного аппетита всем. Пятисотый, наверное. Но что поделать, ребят. Мы чилим. Как вы думаете, что мы делаем вечерами? Правильно, смотрим. Служебный роман. Мы, кстати, никто из нас не смотрел служебный роман. Представляете? Я сказала, что я смотрела все советские фильмы, кроме служебного романа. Подожди, Денис тоже смотрел. Ты смотрела, Карин? Да. А, ну, выгоним ее. Доброе утро, страна. Я тем временем уже вышел на променаж. Собственно, вот так он выглядит. Сегодня мы уже уезжаем. Буквально через 15 минут я вот решил дать такой круг почета. Будем скучать все по этому прекрасному месту. Кстати, мои очки украла ворона. Ворона, если ты это видишь, я тебя найду. Совсем недавно купил, оставил на столе. Когда мы уезжали, она их скоммуниздила. Пакостничает нам постоянно. То завтрак наш тоже там раскидает. Но ничего. Такая вот спонтанная поездка получилась. Блин, и очень, очень классная, если честно. Вообще, я заметил все в нашей жизни, что спонтанное, то самое крутое. Вообще, мы посмотрели про этот национальный парк Тара, где мы сейчас находимся. И хочу вам сказать то, что мы не видели абсолютно ничего на самом деле. Здесь куча пещер, водопады, каньоны. Что только здесь нет. И сюда надо приезжать, конечно, намного, намного дольше. И снимать, возможно, даже не такой домик, а просто, блин, палатку брать и путешествовать, смотреть. Короче, наслаждаться природой. Она здесь действительно очень классная, какая-то первобытная. И нереально красивая. Ничего подобного я, наверное, никогда в жизни не видел. Так, я добрался. Все окей. Медведь мною не отзавтракал, поэтому уже день удался. Ну все. Путешествие наше подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Спасибо ребятам. Карине и вот там где-то сидит Деннис за компанию. Крикни. Пока-пока. За то, что составили нам компанию. Вообще, в принципе, они были инициатором этого всего. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока. Невозможно вот в таких местах не остановиться. По той причине, ну вы сами видите, да? Мамочки. Ну куда опять? Ой, 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 ой. Санечка, Санечка, ты снимаешь? Санечка. Санечка.